На одной волне с городом Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки И бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это В программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья С вами я, Елена Привалова И у нас в гостях знакомый вам музыкант Виталий Иватуля Привет, Виталий Привет Доброе утро, добрый день Да, у нас утро плавно переходит в день И, кстати, с Виталием у нас был концерт Как раз почти перед карантином Когда мы успели сыграть два концерта В англиканской церкви И потом в старой церкви Стоггер Труды В 2020 году В том году как раз Как твоя жизнь изменилась за этот год? Удалось ли играть? Или, как многие музыканты, погряз в пандемии? Удалось все, на самом деле Удалось погрузиться в себя Удалось отойти немножечко от концертов От концертной деятельности Удалось выпустить диск И также вот сейчас с приездом в Москву Так как здесь немножко легче С карантином Появляются какие-то концерты И концертная жизнь начинает восстанавливаться Да, а дело в том, что Виталий На тот момент, когда мы играли в Риге Он приезжал к нам из Нидерландов, правильно? Абсолютно правильно, да Будешь ли туда возвращаться? Или все-таки ты же москвич? Почему рвешься в другие страны? Или ждет тебя США по-прежнему? В мыслях? Да, кстати, по поводу США Мы в августе побывали все-таки Целый месяц в Америке И у нас совершился проект с хореографом Почему в Москве? Потому что у нас был запланирован Осень фестиваль Reformers Который мы вынуждены были два раза Аж два раза перенести Из-за того, что ограничения были По наполняемости залов И в принципе это такой более-менее Этический момент Что мы собираем людей В момент пандемии И на данный момент он будет Этой осенью Мы надеемся, что уже все Вся эпидемия И ограничения снимутся И поэтому мы здесь Поэтому мы сейчас в Москве Ну вот пригласила я тебя Рассказывать именно о своем диске И как раз у тебя за твоей спиной Обложка этого диска Beyond Words Виталия Вартуля Я прочитала аннотацию Несмотря на то, что я человек Академической музыки Музыковед Но даже мне сложно Вот как, как Вот расскажи Вот это увлечение современной музыкой Находишь ли Вот как оно началось То есть там фактически Все произведения Современных авторов Это и электроника И когда началось То есть в принципе Достаточно академический музыкант Такой классический Приехал к нам в Ригу Играл концерт Марчелло Габойный Да На собранном саксофоне Играл вокалист Рахманинова И тут тебе Стив Райх Еще Это то, что я запомнила Конечно Рассказывай Да Конечно, когда Сама идея Этой программы Это был Частый годы экспериментов Тебя стало немножко плохо слышно Не отодвигаясь Далеко от микрофона Это чисто ВД-эксперимент Вся эта программа Да, сейчас меня слышно? Да, сейчас слышно Да, потому что Когда ты начинаешь двигаться Как любой музыкант Вообще не Начинает звук плыть И наши Дорогие слушатели Уже слышат только В основном Такой плавающий звук Электронный Итак, повторю, что это был Чисто ВД-эксперимент Но Если говорить про Жизнь саксофонистов То Мы вынуждены Искать Вынуждены Искать Новый язык Современный язык И Отходить от Академической музыки Потому что Очень мало В оригинале Для саксофонов Вот сейчас Наш звукооператор Советует тебе Немножечко Микрофон Подальше держать Вот было хорошо Просто были Проделки с интернетом Так Это был эксперимент И когда ты решил За него взяться? Это был 2000 Конец 2017 года И Сразу же Мы стали записывать Вместе с Прекраснейшим Звукорежиссером Славой Попругиным Он Очень известен Как пианист Потому что Он Очень много лет Играл с Натальей Гуд А сейчас У него Собственная студия Со звукорежиссурой Вот И Важно сказать Что Сама запись Она продлилась Больше Больше чем Год и восемь месяцев Вот Это был Такой Очень Очень Долгий проект Мы работали На результат Нас Никак Не Сокращало Время И Мы Этот Результат Мы В итоге Дошли До Того Резутата Который Мы хотели Расскажи Год И восемь Месяцев То есть В принципе Это можно Написать Встретиться Два-три Раза За это Время А можно Встречаться Два-три Раза В неделю Нет Это было Это были Встречи Я бы сказал Раз Два Месяца Наверное Где-то Чаще Где-то Реже Но Почему Это В первую Очередь Затянулось Потому что Мы Столкнулись С тем Что Например Трек Стива Райха Который Издательство Предоставляет Бузи Энхоукс Там Не хватало Восемь голосов В партитуре И нам пришлось Переписывать Всю партитуру То есть Все 12 голосов Писать На разных Инструментах То есть Начиная с Сопрано И кончу Баритоном Вот И это Конечно Затянуло Немножко Проект Ты сам Играл на всех Саксофонах Смотри Все-таки Восемь голосов То есть Я знаю Саксофон Сопрано Альт Тенор И баритон Это Четыре А еще Четыре Да Дублируется Потому что В партитуре Есть Два баритона Три Тенора Даже Четыре Альта И Три Сафрана Скажи А это Произведение Предполагается Исполнять Вживую То есть На восемь голосов Или это Именно Записанные Треки Одного Исполнителя На который Накладывается Уже И окончательный Трек Последний Восьмой Конечно То есть Идея в том Что Это Для солирующего Инструмента С ансамблем С ансамблем Однородных Инструментов И поэтому Да Это предполагается Что В оригинале Солист Исполняет Это в сопровождении Трека Предзаписанного Трека Иногда Конечно Бывают Исполнения И вживую Когда Большой ансамбль Саксофонистов Кларнетистов И других Музыкантов Играют Исполняют Это на сцене У тебя Как раз Была презентация Диска В Москве Недавно В галерее Ника Или Нико Как правильное Ударение Она была В галерее Граунд Солянка А То есть Я все перепутала Да Как Никогда Самое подходящее Наверное Место Было Именно Для этого Диска Потому что Такая Архаичная Атмосфера И Огромное Количество Современных Художников Представлено Именно В галерее Это Как-то Все Помогало Помогало Диску И Как ты Исполнял Это Произведение То есть Как раз Под трек Или Приглашал Да Это Было Исполнение Вживую Естественно Концертное Исполнение Оно Предполагает Предзаписанный Трек И Мне Помогал На сцене Сережа Полтавский Всем известный Альтист Но В том числе Он Очень Хорошо Разбирается В электронной Музыке И Эта Программа Она Требует Компаньона На сцене Равнозначного Компаньона Как и Исполнителя Да Сережа Полтавский Помимо этого Еще играет На Виольдамур И его Любят Не только То есть Это Такой Многогранный Музыкант Его любят Барочники Его любят Современные Исполнители И архисовременные Когда Все Что касается Вот Этой Электроники Значит Вы встречались Раз в два месяца Для того Чтобы это все писать Сколько всего Композиций На диске Шесть Шесть композиций Кроме Стива Райха Что там еще есть Значит Сам диск Называется Beyond Words Что значит Между слов И Концепция диска Она Состоит из того Что первое И последнее Произведение Голландского Композитора Якобы Тервитхауса Который Известен Тем Что он Работал Над Слиянием Слиянием Музыки Текста И Звуков В том числе Природы Или бытовых звуков Или даже Вырезок Из фильмов То что Например Гребет Это произведение Последнее Произведение Завершающее диск Он взял Просто вырезки Монологов Из фильма Шаперо Это оскароносный фильм Семидесятых годов Где Монологи Осужденных Пожизненно осужденных Заключенных Вот И Сексофон Представлен Как Противоборствующая Сторона И Идет Конфликт Диалог Между Сексофоном Нарезками Бидокса Практически Концепция Именно поэтому Сам диск Называется Beyond Words Потому что Первый и последний Трек Они Со словами Все другие Они Только с музыкой И с эффектами Ты играл Прежде Прежде Эти произведения На публике Почему Ты Выбрал Именно эти Композиции Для диска Я Я Очень Долго Изучал Весь этот Мир Саксофона С электроникой И Решил Выбрать Самые Знаковые Наверное Сочинения Конца 90-х Начала 2000-х Которые На мой взгляд Сейчас В развитии Современной Музыки Именно с Электроникой И Поэтому Поэтому Был такой То есть Это Можно сказать Лучшее Из того Что Сейчас Репертуара Есть На Выбор Исполнителей Что Себя Зарекомендовал Например Гребет Опять же Произведение Якобы Тревлетхауса Это Самое Исполняемое Произведение Этого Композитора В мире И Интересный Факт То Что Он Один раз В Нью-Йорке На радио Исполняли Этот трек А там Есть Так как Это монология Все-таки Заключенных Там есть Запрещенные Некоторые Слова И С тех пор Его Забанили На радио В Нью-Йорке И Позвонили Прям Из Администрации И Сказали Что Больше Музыка Якобы Тревлетхауса Не будет Звучать На радио На любом Радио Нью-Йорка Как интересно Расскажи еще Какие композиции В этом диске Да Там Две композиции Стива Райка Вермонтский И Нью-Йоркские Контрапункты И Еще Очень Две Интересные Композиции Одна Композиция Английского Современного Автора Билла Грегори Интерференс Это Произведение Он сам В аннотации Пишет Что Это ощущение Когда Ты ищешь Радиоволны На АМ Частотах И В подсознании Возникают Возникают Какие-то Мелодии Которые Ты раньше Слышал Хотя Это Один Шум Интересно Что При изучении Именно Этого Произведения Я наткнулся На то Что Треки Предзаписанные Треки С которыми Надо играть Они все Имеют Название И Это Произведение Стоит из Четырех Частей И Каждая Часть В треках Она Названа То есть Есть название Этого Трека И Я Чисто Случайно Наткнулся На то Что Все эти Треки По времени И по названию Совпадают Треками Крупы Doors И их Альбомом 67 Года Strangers И Все эти Треки Они Они никак Музыкально Не совпадают Но Есть какой-то Видимо Скрытый Подтекст Который Композитор Никогда Не афишировал Но Вот такой Интересный Факт Я хотел бы Наверное Ему еще Написать Узнать Его Лично Что он Зашил В Эти Названия Все композиторы Этого Твоего диска Ныне Здравствующие Верно? Да Да Слава Богу Ты с кем-то Общался Ну вот как ты сказал Вот мне хотелось бы Написать Отправлял ли Свои записи Послушать? Конечно Я Я на связи С якобы Интервельхаусом Я был Я с ним Лично знаком В Голландии Встречался И Сейчас Планируется Его Премьера Одна из премьер Премьера Одна уже была Его концерта С моим Участием Опять же В рамках Нашего фестиваля Реформерс И сейчас В мае Планируется Большой проект Где я буду Играть очень много Произведений Якобы В Нижегородской филармонии В конце мая И да Мы с ним на связи И Мне очень нравится Я был на его Нескольких лекциях Мастер-классах Мне очень нравится Что он сам про себя говорит Что если бы он не был музыкантом Он был бы социальным работником Потому что Каждое из его произведений Это такой Вызов обществу То есть он берет Самые больные Самые такие Да Наверное Больные темы И их поднимает И переделывает В музыкальные произведения А если бы ты не был Саксофонистом Кем бы ты был? Я думаю Что Я бы хотел себя Во многих профессиях Попробовать Последнее Последнее То о чем я задумался Я хотел бы быть Капитаном Какого-нибудь Крейсера И ходить по морям И океану Как ты стал Саксофонистом Когда начал играть? Я стал Саксофонистом В 10 лет Но музыкой Я занимался 7 лет Я был пианистом Я занимался На рояле И Подавал надежды В Москве, да? Нет Это было в Симферополе А, ты в Симферополе родился Родился я в Москве Но детство я провел В Симферополе И В 10 лет Мне Как любому, наверное, мальчику Хотелось больше проводить Время с друзьями Заниматься спортом И музыка Ну так Не была в моих Приоритетах Приоритетах, да Но параллельно со мной Мой родной брат Он тоже занимался музыкой И занимался как саксофоном Вот И волею судеб Мы закончили вместе Заниматься музыкой Но Родители решили Мне передать Мне передать По наследству Саксофон Вот И с тех пор я С ним не расстаюсь Не жалеешь? Абсолютно нет Я очень рад, что Я попал В замечательную педагогу Лилии Русановой Которая Вот Меня Заразила И зарядила Наверное На оставшиеся Года Своей Любовью И фанатизмом К этому инструменту И я думаю Что вообще Это очень важно Это первые Первые педагоги Которые Которые Вот это вот Огонь зажигают В юных музыкантах Очень часто Можно понять Доволен ли Своей судьбой Музыкант Когда он отдает Своих детей Опять-таки Учиться музыке Потому что он считает Что это прекрасно И вот У тебя есть сын Ты отдашь его Заниматься музыкой? Здесь очень Интересный угол Этого вопроса Потому что Мне кажется Что он не избежит Не избежит Музыкального образования Но Что я хочу Я хочу Чтобы у него был Выбор И чтобы он Попробовал Как можно больше Всего Кроме Музыки Потому что музыка Она идет В семье Таким номер раз Первым номером Но Может быть Я не хотел бы Чтобы это было Его Прямо профессией Но посмотрим Я Пока Не зарекаюсь Твоя супруг Как раз Пианистка Мария Немцова Правильно? Дарине Так О чем Вы общаетесь? Разговариваете О музыке? Или Отыграли вместе Концерты Забыли? О чем Мы общаемся? Так как Мы живем Вместе Проводим Наверное Все время Вместе Я думаю Что музыка В нашем Общении Это Это результат Какого-то Художественного Наверное То есть Мы Стараемся Как можно чаще Посещать Выставки И Смотреть Вокруг Вокруг В плане Искусства И новых Веяний Это часть Наши профессии Потому что Наш фестиваль Он В общем-то Он Создан Для того Чтобы Новые тенденции Показывать Для российской Публики Вот Недавно Совсем Несколько дней Назад Чудом попали На Билл Виолу Выставку В Пушкинском музее И вот Если Кто-то Слушает Из Москвы Или Будет Скоро В Москве То Я очень Советую Это Потрясающая Абсолютно Потрясающая Выставка И Да Отвечая на вопрос Мы стараемся Все тенденции Которые Мы Видим Слышим Читаем Воплощать В музыке Поэтому Музыка Это Такой Результат Результат Наших Мыслей Наверное Так Музицируете Дома Играете Вместе Если Не нужно Готовиться К концерту Какого-то Редко Редко Потому что Всегда Куда-то Готовимся Поэтому Всегда Репетируем И Но Так Чтобы Для себя Хотелось Бы Больше Спокойно Вот Как В старые Времена Когда Можно Было Распоряжаться Своим Временем Да Но Да Хотелось Бы Больше Ну Вообще Это У вас Фактически И дуэт И диск Записали Вместе И Много Выступаете Нет Этой Усталости От отношений Потому что Получается Что И все В творчестве Вместе И все Время Дома Или Вы умеете Находить Вот этот Момент Побыть В одиночестве Или Это Вообще Не нужно Нет Ну Это же Процесс Это Это Многогранный Процесс И От него Устать Можно Тогда Когда Кому-то Становится Неинтересно А Мне кажется Что мы Пока До этого Не дошли Слава богу Ну Мне всегда Интересно Как Встречаешься С друзьями Помузицировать Потом Играешь Концерт А это Все время В одной Семье Это Конечно Большая Радость И в то же Время Другие Трудности Потому что И дома Вместе И творческие Переживания Так же Вместе Но может быть Это наоборот Гораздо Ярче И интереснее Ты помнишь Какой-то Самый Значимый Ваш Совместный Концерт Который Вы сыграли Ну Наверное Самый Значимый Это Последний Она тоже Принимала Участие В твоем В твоей Презентации Диска Как слушатель Да И как Непосредственный Вдохновитель Я бы так сказал Потому что Все-таки Все проекты Которые мы Делаем И вместе И порознь Мы друг друга Очень сильно Поддерживаем Советуем Вот Поэтому Конечно Ее Непосредственное Участие Во всей Записи Диска Оно Очень Очень Большое А последний Который Мы играли Вместе Это был Концерт Московской Филармонии Это Называется Новогодний Фейерверк Это ежегодное Такое Событие Мы уже Второй раз Подряд Играем И там Нас просят Играть Самые Яркие Произведения Ну Все-таки Чтобы соответствовать Названию Программы Да И какие Самые Яркие Произведения Вы играете Ну В этом году Мы исполняли Венецианский Карнавал Оля Женина Мы исполняли Четыре картины Малинелли Четыре картины Из Нью-Йорка Малинелли Который С оркестром Написан В оригинале Да Да Есть Версия С оркестром Мы исполняли Немножечко Переложений Переложения Бруха Романс Альтовый Для саксофона Он просто идеально Ложится По А для какого Саксофона Для альтового Альт Скрипичный И альт Духовой Саксофон Альт Они как-то Очень Очень близко Находятся И судьба у них Немножко похожа Что Иногда про них Забывают Но когда Пишут То всегда Это очень Интересная музыка Какое твое Самое любимое Произведение Какое Я не могу сказать Что у меня есть Какое-то Любимое Я думаю То что Мы должны Любить То что мы Делаем Должны Любить То что мы Играем Поэтому Наверное То что я Сейчас Исполняю Оно Самое Любимое Чаще всего Какую любишь Музыку Все-таки Классическую Музыку Того же Марчелла Рахманинова Или Перечисленных Сейчас Того же Малинелли Или Вот эту Современную Электронную Музыку Ну Мне нравится Мне нравятся Эксперименты И мне нравятся Вызовы То есть Можно рассчитывать Что вся программа Этого диска Это был вызов А вызов Кому? Самому себе Самому себе Своему Мировоззрению В том числе И Нам Все труднее Наверное С возрастом Чисто психологически Все труднее Постигать Что-то новое То что мы еще Не слышали Раньше И это На мой взгляд Это проблема Немножко Нашего Постсоветского Образования Что Музыкальная Литература Заканчивается На Шостаковиче Или Шнитке И дальше К сожалению Про Штокхаузена Про Берию Мы ничего К сожалению Не знаем Если мы Не теоретики Не на теоретическом Образовании А Когда я обучался В Амстердаме Там На первых Курсах Бакалавриата Они изучают Всю Современную музыку И В том числе Всю Очень старую музыку То есть Средневековую И Это дает Больше возможностей Больше возможностей Для выбора После того Когда ты заканчиваешь Учебное заведение У тебя Кругозор Намного шире И ты Легче ориентируешься В современных языках И Легче находишь Язык с композиторами И Легче Наверное Убеждаешь Своих слушателей Что эта музыка Должна исполняться Вот Дружишь ли ты С композиторами Современными В Москве Много сейчас Известных музыкантов Которые наши Ровесники И уже много пишут Пишет ли кто-нибудь Для тебя Да Мы вот Последние Несколько лет Мы очень стараемся Привлечь как можно больше Молодых композиторов И Леша Курбатов Прекрасный композитор Писал сонату Которую мы исполнили Премьеру Мы исполнили вместе с ним На фестивале На нашем фестивале Reformers И Сейчас проект В Америке Который мы делали С хореографом Джоном Бакарем Музыку написала Полина Назайкинская И мы сейчас Тоже собираемся Это привести В Россию И показать Что получилось А сейчас У нас Запланирована Опять же В рамках Фестиваля Лаборатория Вместе с Союзом композиторов Лаборатория Для композиторов Которые И для них Будут Мастер-классы И читки И Мастер-классы С музыкантами Которые Например Музыканты Карнатики Индусы Которые Тоже будут Выступать Мы хотим Сделать Коллаборацию Между Западными Музыкантами И Так называем Восточными Потому что Там система Совсем другая Музыкальная Мы хотим Привлечь Как раз Композиторов Чтобы они Написали Таким Транскрипцией Которые Можно будет Играть По Западному Образцу То есть Все-таки Твои чаяния Они Вокруг Современной Музыки То есть Современными Композиторами Ныне Здравствующими Недавно Ушедшими То есть Именно Конец 20 и 21 век Наверное Да Наверное Да Я подчеркнул бы Что для Саксофона Сейчас Золотой Век Все-таки Потому что Очень много Композиторов Начинают Обращать Внимание На этот Инструмент Начинают Писать И С ними Самое Ценное Что с Ними Есть Живой Человеческий Контакт И Да Так Много Для Саксофона Мне кажется Раньше Никогда Не писали И Поэтому Я очень Рад Что мы Сейчас В это Время Живем И Мы Стараемся Этот Золотой Век Продлить Как Можно Дольше Расскажи Еще О своем Диске Нашим Слушателям На каком Лейбле Выпущен Где Его Купить Значит Он Выпущен На Лейбле Quartz Это Лондонский Лейбл Его Можно Приобрести Насколько Я знаю В Амазоне Это Живой Диск Сам Компакт Диск А также Есть еще И интернет Версии Да Абсолютно На всех Платформах Он Представлен На Google Play Яндекс Музыка iTunes Spotify Ну Вообще Мне кажется Все что Можно Везде где Можно скачать Везде Можно его Приобрести Да Дорогие Друзья Это Виталий Ватуля А Диск называется Beyond Words Очень Необычная Работа Шесть Композиций Шесть Композиций И Современные Авторы Конечно Это Очень Необычно Мне кажется Очень Интересно Просто Познакомиться С этими Произведениями Какая Твоя Из этих Шести Композиций Все-таки У тебя Прям Любимая Которая Прям Самая Самая Из Всех Я Наверное Мне Очень Трудно Выделить Одну Потому Что Они Мало То Что Они Расположены На мой Взгляд Очень Органично Как Какое-то Архитектурное Строение Но Еще Они Своим Порядком И Своим Изучанием Они Дополняют Друг Друга Поэтому Очень Трудно Выделить Какую-то Одну Они Абсолютно Контрастны По По Настроению По Эффекту Есть И Медитативная Музыка Как Карен Танак Ночная Птица Есть Очень Жесткая Музыка Это Грэббит Есть Пример Минимализма Это Стив Райх Где Можно Тоже Очень Сильно В себя Погрузиться Поэтому Я думаю Что Каждый Для себя Найдет Что-то Что-то Свое А Советую Слушать Сначала До конца Потому что Именно Со Славой Попругиным Со звукорежиссером Мы выстраивали Эту архитектуру Не только По порядку Но еще И в Общем Мастеринге Самого Диска Именно Как альбом Как композиция Как программа Концерта Вертелся Интересный Вопрос В голове Конечно же Он куда-то Совершенно Улетучился То есть Там получается Только Саксофон И Электроника Да Но Электроника Она Настолько Разнообразна Потому что Это не только Электронные Естественно Звуки Это есть Предзаписанные Звуки Птиц Природы Есть Очень много Разных Эффектов Когда Таксофон Звучит Что его Невозможно Отличить От Амбиянса От Окружения Настолько Настолько Разнообразно Что Электроника Она Как-то Одним словом Ее трудно Описать Что это Электроника То есть Электроника Можно сказать Что это В каждом Произведении Есть Свой Такой Микро Мир Звуков Который Мы Упрощаем Словом Электроника Есть ли Подготовленная Публика Вот Когда Вы Даете Концерты С Электроникой Кто Ваши Слушатели Я думаю Что Этой Публики Все Больше И Больше Но Одна Из Моих Главных Задач Это Во Время Любого Концерта Разговаривать И Подготавливать И Объяснять Вводить В Это Состояние Перед Исполнением Потому Что Какая Бы Подготовленная Публика Не Была Все Таки Лучше Когда Есть Несколько Ключей Для Прослушивания И Тогда Эффект Намного Сильнее Но Сейчас Например Даже В Такие Сложные Времена Когда В концертные Залы Очень Мало Ходят Людей На Презентации Диско Очень Не Хватало Стульев Поэтому Я думаю Что Людям Это Интересно Потому Что Это Актуально Потому Что Это Новое Потому Что Это Про Сейчас Про Сегодня Каждый Может Услышать Увидеть Или Увидеть Это Отражение В своей Жизни Поэтому Я Думаю Что Публики Все Больше И Больше Ну Есть Так Называем Филармоническая Публика Это Наши Милые Бабушки Которые Леди За 60 Приходят К тебе Такие Или Все Таки Это Молодежь Я Думаю Что Это Больше Для Молодежи Бабушки Очень Редко Ходят На То Чего Они Не Знают К сожалению И Такая Программа Редко Исполняется В Филармонии Поэтому Наши Орбиты Вряд ли Могут Пересечься Но Даже Если Это Бабушки Люди 60 Плюс Они Присутствовали На презентации И Тоже Были Под впечатлением Потому что Эффект Совсем Непредсказуемый Когда Это идет И на концерте Еще Несколько Произведений Идут С Видео Рядом И Такая Палитра Звуков Электрон И Выстроен Плюс Медиафайлы Это Все Это Все Очень Сильно Многопланово И Разно Уровнево Действует На Слушателей Поэтому Я думаю Что Для них Это Будет Как Минимум Эффект В принципе Исполнение Каждого Классического Произведения Будь то Саксофон Орган Фортепиано Всегда Есть Какие-то Нюансы И невозможно Исполнить Одинаково Но Наверное Исполнение С электроникой Это Еще Больше Экспромт На каждом Исполнении Здесь Очень Интересно Потому что Как я Когда-то Уже В каком-то Интервью Говорил Что Электроника Никогда Не ждет Если Ты Исполняешь Живым Человеком Любым Инструментом То Есть Вот Эта Гибкость Во Времени Гибкость В дыхании Гибкость Во фразировке Электроника Это Трек Который Включается И Он Всегда Приходит Из Точки А В Точку Б В Определенную Секунду И Задача Именно Исполнителя Найти В этом В этой статике Свободу Свободу И Гибкость Фразировки Чтобы Это Стало Стало Не было Ощущения Что Это Неживое Что Это Наверное Одна Из Самых Главных Трудностей Игры С Электроникой И Мы Например Со Славой Как раз Со Звукорежиссером Мы Очень Долго Вымеряли Вплоть До Начала Звуков Если Это Миллисекунда До Трека То Это Звучит Достаточно Агрессивно Если Это Вместе То Это Сливается Ну То То И Это Имеет Это Имеет Как раз Вектор Вектор Направления Фразы Выразительности Фразы И Так Далее То Насколько Можно Электронику Сделать Живой Дорогие Друзья У нас В гостях Был Российский Саксофонист Виталий Ватуля И Он Представлял Судиск Beyond Words Скачать Можно Во всех Приложениях И Приобрести На Амазоне Выпустил На английском Лейбле Quartz Music Виталий Желаю тебе Больших Успехов В продвижении Того Очень интересного Яркого Дела И конечно Много Почитателей Пускай Все Получается Спасибо Большое Спасибо До встречи Дорогие Друзья Прощаюсь С вами С вами Радио Болком Не Отключайтесь На одной волне С городом Радио Болком Продолжение следует